Доброго времени суток, дорогие друзья! Мы продолжаем серию передач из цикла «Простая экономика». Сегодня снова вместе с вами я, ведущий Михаил Алексеев. Мы поговорим про вопросы финансового и банковского образования. У нас в гостях заведующий кафедрой банки и банковский менеджмент финансового университета Олег Иванович Лаврушин. Доброго времени суток, Олег Иванович! Добрый день! Я хотел бы поговорить о судьбах выпускников финансового университета и тех, кто получает экономическое, финансовое, банковское образование. Легко ли сейчас им найти работу? Замечательно, что мы сегодня затрагиваем эту для меня очень приятную тему, потому что сам-то я по существу всю свою жизнь работал именно как раз в сфере образования. И для меня, так сказать, легко и одновременно, я бы сказал бы, сложно ответить на ваши вопросы, особенно когда речь идет о том, что высшая школа, она не стоит на месте, она развивается. И, конечно, встают новые задачи. Мне приятно поговорить на эту тему, потому что я действительно выпускник финансового университета. Я уже долгое время занят именно педагогическим трудом, научной работой. И мне легко вам рассказать о том, что переживает сейчас высшая школа. Но поскольку у нас немножко спрофилированный такой разговор, он касается не только экономики в целом, но и он завязан на подготовке кадров для банковской системы, я могу сказать, что, конечно, банковское дело – это такое направление в образовании, которое имеет длительные исторические корни. И банковское дело было очень много веков тому назад. Оно сейчас находится в первых рядах знаний. И оно, я думаю, что будет очень долго иметь перспективу в своем развитии. Поэтому тот, кто хотел бы получить экономическое, спрофилированное банковское образование, должны быть уверены в том, что работа для вас найдется впереди, несмотря на то, что, возможно, какие-то трудности. Но я не знаю, например, таких случаев, что выпускник моей кафедры, он испытывал затруднение в трудоустройстве на работу. Такого, в общем, практически не бывает. Сейчас, я, по крайней мере, не знаю ни одного случая, чтобы тот, кто проходил через кафедру банки и банковский менеджмент, пришел через месяц и сказал, Олег Иванович… Олег Иванович, я без работы. Да, я без работы. Помогите. Я такого не знаю. Специалисты, которые выпускает финансовый университет по специализации, по направлению, по профилю, как угодно, банковское дело, эти специалисты востребованы и будут востребованы и долго, и в дальнейшем, потому что банковское дело развивается, всегда требуется… Спрос есть на специалистов. Спрос есть, специалисты нужны по разным направлениям, поэтому можно лишь поздравить людей, которые избрали это образование, этот путь развития, это получение тех знаний, которые будут необходимы в дальнейшей работе. Олег Иванович, а у меня такой вопрос. Ну вот хорошо, финансовый университет дает очень качественное, хорошее, базовое, экономическое, финансовое, в частности, банковское образование. Но ведь у нас в стране за последние годы появилось огромное количество учебных заведений, частных, больших и маленьких, где уровень образования не такой высокий. Вот у выпускников этих учебных заведений какие перспективы найти хорошую работу, получить в дальнейшем определенное продвижение по службе, самореализоваться? Михаил Юрьевич, Вы, конечно, задали очень такой непростой, но и интересный вопрос. Это вопрос про качество образования в целом. Совершенно верно, потому что банковское дело, оказывается, оно может исходить не только из профилированных высших учебных заведений, оно может быть реализовано и через другие высшие учебные заведения. Достаточно сказать, что, например, вот, выпускников, которые идут на работу в дальнейшем в банковскую систему, таких вот кафедр, в известной степени спрофилированных для выпуска специалистов-банкиров по Москве, их больше 20. Больше 20? Больше 20. Мы не перепроизводим кадры, Олег Иванович. Вы знаете, здесь трудно как бы однозначно ответить на этот вопрос, и в то же время легко. Мне кажется, что перепроизводство банкиров не существует. Почему? Потому что мы все знаем по динамике, по тренду развития, по количеству банков у нас достаточно большое. Банки развиваются, растут их операции. Следовательно, по мере возрастания объемов, естественно, нужны и банковские кадры. Особенно это касается Москвы, где больше половины российских коммерческих банков – это банки, которые работают вот в этом регионе, в Москве, в Московской области. Поэтому, несмотря на то, что вузов достаточно много, которые выпускают специалистов, перепроизводство я не ощущаю. Другое дело, и вы правы во второй половине своего вопроса, насколько это сказывается на качестве образования. Потому что при всех тех 20 вузах и кафедры, которые выпускают банкиров, я не уверен, что там создан такой коллектив, который бы мог обеспечить именно качественное образование. Напротив, у меня сомнения есть. Потому что я просто не знаю тех людей, которые осуществляют подготовку. Я не знаю, насколько они в научном отношении состоятельные, насколько высока их квалификация. – Профессионально-педагогическое. – Совершенно верно, совершенно верно. Поэтому проблема состоит в большей части, как мне кажется, не в количестве, а в качестве подготовки специалистов. – Олег Иванович, а насколько качество подготовки наших студентов соответствует международным стандарту? – Я слышал, есть такое Болонское соглашение. Как меняется наша система образования в соответствии с этим соглашением? И вообще, вы-то как считаете, в лучшую, в худшую сторону? – Ну, вот в вашем вопросе несколько таких оттенков. И можно говорить по поводу Болонского соглашения достаточно долго. – Вообще, что это такое? Не всем известно. – Коротко можно заметить, что в этой связи, конечно, наше отечественное высшее образование, переживая такие непростые времена, мы действительно переходим от одной модели организации учебного процесса к другой модели, к западной модели. Мы присоединились к так называемому Болонскому соглашению, а следом должны исповедовать международные принципы подготовки кадров, в том числе и банковских кадров. – Меняются учебные планы, меняется длительность подготовки специалистов. Вы знаете о том, что согласно международному соглашению у нас две категории специалистов должны быть – бакалавры и магистры. Вместо пятилетнего обучения должно быть четырехлетнее обучение. По-другому организован учебный процесс, другие появляются учебные дисциплины. – Нужно сказать, что мы уже давно не преподаем так и то, что было 20 лет тому назад. Радикально, совершенно по-другому выглядят наши учебные планы. У нас совсем другие учебники. У нас совершенно другое наполнение этого образования. И нужно сказать, что, конечно, для того, чтобы встроиться в эти международные стандарты, нам пришлось посмотреть, а что, собственно, в крупных и известных высших учебных заведениях преподается. Какие учебники там пишут, о чем они пишут. – Адекватно ли они нашим реалиям российским? – Совершенно верно. – Наверное, какая-то адаптация неизбежна. – Да, конечно. Поэтому я думаю, что содержание учебного плана, допустим, нашего университета по профилю банковское дело, мало чем отличается от того, что преподают западные вузы даже финансового такого профиля. Наши учебные планы, содержание дисциплин, даже перечень, даже название этой дисциплины практически то же самое, что имеется в американских, в немецких, английских, французских вузах. У нас с позиции самого банковского дела и дисциплин, которые обязаны быть для того, чтобы подготовить специалистов, перечень этих дисциплин и содержание этих дисциплин давно изменилось, и оно отражает то, что есть на Западе. Другое дело, конечно, что этот процесс не стоит на месте, ведь Болонское и Неболонское соглашение, любое образование, оно должно изменяться, потому что через пять лет уже должны быть другие знания, и поэтому меняется и учебный план, содержание образовательных программ. Вот здесь вот проблема, проблема в том, что мы даем. – Насколько адекватно, насколько злободневно, насколько своевременно эта информация. – Очень распространенный вопрос о качестве образования, но здесь такой академический подход, мы можем сколько угодно говорить о повышении качества образования, но если под этим ничего нет, кроме лозунга, давайте повышать качество, ничего не произойдет. – Нужно конкретно ответить на вопрос о том, как это реализовать, чтобы действительно выпускник отвечал проблемам международным стандартам, стандартам высокого качества. – Оказывается, тоже непростой вопрос. – Олег Иванович, а я еще хочу вот о чем спросить. Для многих молодых людей, у которых, естественно, есть такая возможность, иногда стоит такой выбор, да, или поехать учиться за рубеж, или получить образование здесь, в Москве, ну скажем, в финансовом университете. Вот вы сами как оцениваете уровень, который можно получить образование здесь, в сравнении с западным образованием, если мы говорим о хорошем, таком среднем вузе? Более или менее соответствует, или все-таки мы отстаем по ряду позиций, параметров? – Вы знаете, я ведь неплохо знаю, как преподается банковское дело в зарубежных вузах. Преподаватели, которые работают на кафедре, они прошли соответствующие стажировки в ряда стран, и во Франции. – У нас, которые работают. – Да, да, мы, в частности, преподаватели от кафедры банка и банковский менеджмент, мы выезжали и в Австрию, и в Германию, и во Францию, и в Англию, в Соединенные Штаты Америки. – И вы неплохо знаете международный опыт. – Мы знаем, что там преподают, мы знаем эти учебники. – При всем том, что мы знаем и учитываем при этом, мы стараемся и не потерять нашу модель. Различие состоит, вероятно, в практической направленности преподавания. – У нас больше, наверное, теоретическая база. – Вы знаете, иногда к теории относятся так с предубеждением. – Но когда только одна практика, извините, для этого может быть достаточно техникума, среднее образование. – Ведь вы знаете, как банкир, что нужны специалисты. – Нужны разные специалисты. – Совершенно верно. – От кассира, акциониста до менеджера. – Банк же – это многопрофильное учреждение, там десятки профессий, которые нужны для самых разных. – Простых и сложных. – Да, поэтому увлекаться только дебетом и кредитом. – И преподавать только чисто профессионально, не давая вопросов фундаментальной теории, это нельзя. Поэтому мы за подготовку специалистов широкого профиля, обладающего фундаментальными знаниями. – Хорошая теоретическая база. – Да, должна быть хорошая, вы правы, теоретическая подготовка. – И уже во-вторых, и тоже очень важно, и сверхважно, это вопрос того, что мы даем для того, чтобы выпускник пришел на работу в банк и мог выполнять банковские операции. – Вот мы задачу такую ставим, чтобы если пришел на работу, то адаптироваться ты должен очень быстро. – Давайте мы поговорим, как решать эту задачу после рекламной паузы. – Сейчас мы уйдем на нее. – Дорогие друзья, мы продолжаем передачу «Простая экономика». Сегодня с вами я, Михаил Алексеев, ведущий, и наш гость Олег Иванович Лаврушин, заведующий кафедрой «Банки и банковский менеджмент финансового университета». Олег Иванович, в первой части мы говорили про качество экономического образования, а сейчас мне хотелось бы затронуть вопросы связи экономического, финансово-банковского образования с реальной жизнью, с практикой. Насколько переплетаются существующие финансово-кредитные учреждения и учебные заведения? Есть ли переток специалистов, которые идут преподавать соответствующие дисциплины? Может быть, вы кого-то приглашаете? Насколько вы поддерживаете связь с конкретными заказчиками? Да, конечно, это тоже очень важный такой момент, потому что преподавание не может быть основано исключительно на обобщении каких-то литературных источников, чужих учебных пособий. Жизнь не стоит на месте, развивается. Нужно смотреть, что реально происходит в банках. Поэтому, разумеется, мы обращаем внимание на укрепление связи преподавания нашей вузовской работы с банками. Это такой непростой вопрос. К сожалению, так складывается в настоящее время, что эти связи, сам механизм взаимодействия между работодателями и высшими учебными заведениями, он не налажен. В основном успехи у нас есть и на региональном уровне. Рассказывают преподаватели других кафедр, других вузов, периферийных, рассказывают, что у них очень хорошие отношения с банками. Они взаимно друг другу помогают. То есть в регионах эти проблемы проще как-то решаются? Там люди на местах плотнее взаимодействуют? Для меня тоже это оказалось неожиданным. Но когда мне говорят мои коллеги, что у нас нет никакой проблемы. У нас такие тесные, хорошие отношения. Преподаватели имеют возможность стажироваться в банках. А практические работники, которые имеют соответствующие навыки ведения занятий, и высококвалифицированные специалисты, они приходят в вуз, читают лекции, мастер-классы, проводят практические лабораторные работы. Общаются со студентами. И, соответственно, имеют возможность подобрать себе на будущее каких-то... Совершенный взаимный обмен, когда существует, и практика имеет возможность подкорректировать то, что преподается. Это очень важный такой момент. То есть, может быть, даже в каком-то смысле в регионах положение дела обстоит в этом смысле несколько более благополучно в плане обмена? Мне так кажется. Москва – огромный город. Тут, конечно, огромное количество организаций, можно затеряться. Казалось бы, что половина всех российских банков работает в Москве, и, может быть, было бы легче поэтому использовать, наладить эти связи. А очередь банкиров, желающих прочитать лекции или провести мастер-класс, не стоит? Вы знаете, нет, не стоит. Не стоит. Почему? Мы выборочно относимся к приглашению банкиров для лекции. То есть, вы выбираете свои партнеры? Да. В этом смысле выбор, конечно, лучше, богаче. Потому что здесь специалисты, которые прошли не только отечественную школу, они знают хорошо зарубежную практику, кончали соответствующие курсы повышения квалификации. Ну, просто здесь наши специалисты, которые уже достигли определенных высот и в управлении банковским делом. Многие наши выпускники, они руководители отдельных банков, они в том числе работают также и в Центральном аппарате Банка России. И у нас очень часто как раз лекции мы с удовольствием приглашаем высококлассных специалистов, которые знают то, что происходит на Западе, и поэтому рассказывают о тех новых явлениях и фрагментах банковского дела, которые есть в западных банках, и которые могут адаптировать и адаптируют эту практику в своих конкретных кредитных учреждениях. Олег Иванович, ну вот хорошо, банкиры, допустим, те, которых вы приглашаете, приходят и проводят мастер-классы, лекции, занятия, а преподаватели вашей кафедры, они стажируются в банках, поддерживают? Мы стараемся это делать, более того, вот в последнее время мы направляем на стажировку наших преподавателей, обязательно направляем, именно, что называется, в реальный сектор экономики, а у нас реальный сектор экономики, это банки. Поэтому вот мы направляем специалистов, спасибо вам большое, так сказать, ото всех наших преподавателей, которые побывали в вашем банке, которые имеют колоссальный опыт введения организации новых банковских операций. Ну, вы, наверное, и в других банках бываете, да? Бываем и в других банках, но, конечно же, мы стараемся наших преподавателей обязательно направить для того, чтобы они преподавали не по учебникам, а сознанием того, что происходит в банках, с учетом новых технологий. И осознаем тех реальных проблем, которые возникают. Совершенно верно, да. А поскольку мы опять уже несколько раз повторяем, что жизнь не стоит на месте, а многое меняется, обновление знаний должно происходить, поэтому это совершенно объективное обстоятельство. Мы должны, преподаватели должны быть, работать какое-то время, как стажеры в банках, набираться соответствующего нового, новых технологий и нести это в преподавание. Это как раз вопрос к содержанию образования. Олег Иванович, а вот учебники банковские, они сейчас тоже обновляются? Появляются какие-то новые методические наработки? Вообще может человек заочно, дистанционно получить хорошее образование? Или все-таки нужно обязательно идти в учебники? Ну, может быть, с моей стороны будет как-то неудобно об этом сказать, но я скажу, что наши учебники неплохие. Неплохие? Неплохие учебники. Ну, это классика жанра, да, они известные. Я не думаю, что наши учебники, они как-то уступают, уступают западным, например, немецким, потому что я как раз больше общаюсь, так сказать, с немецкой аудиторией и хорошо знаю немецкие учебники. Кстати, считаю, что эти учебники очень неплохие. Не думаю, что они хуже американских, да, вот европейский учебник меня как бы больше удовлетворяет. Поэтому, зная то, о чем они пишут, да, мы пишем то, что нам хотелось бы увидеть, хотелось бы дать студентам, исходя из наших потребностей. Я рассчитываю, что наши учебники очень неплохого класса. Они отличаются, может быть, тем, что мы даем фрагменты теории. Нет, не подумайте так, что я опять именно тяну в вопросы увеличения теоретических проблем. Но согласитесь... Но без крепкой базы никуда. Нет ничего более практичного, чем хорошая теория. Вот чувствуется, что вы как бы... Я поддерживаю это направление, потому что знания сиюминутные, технические, они легко приобретаются и быстро стареют. А прочная теоретическая база... Я теперь с вами полностью согласен, потому что вы, так сказать, понимаете эту проблему, собственно, изнутри. Вы видите, что специалист должен быть широкообразованным. Мы готовим специалистов широкого профиля, где вопросы как раз профессиональной подготовки должны обязательно сочетаться с более глубоким пониманием рынка. Более глубоким пониманием того, что происходит с банками, куда они движутся, где у них возникают проблемы, тенденции, закономерности. Это не просто слова. Это понимание того, куда движется мир в связи с развитием одного из направлений – экономики. Куда развиваются вот эти локомотивы, о которых мы говорим, банки, от которых многое зависит в нашей экономике. Олег Иванович, хотел еще спросить про государственную политику. Все-таки вы ощущаете растущую, возрастающую помощь государству? Или все-таки пока финансирование науки, образования идет больше по остаточному принципу? В общем-то, здесь элементы самоконансирования. Вы знаете, поскольку вот так я уже прикипел, так сказать, к образовательной сфере, по существу большую часть трудовой деятельности я провел, так сказать, в ВУЗе. Я могу по поводу этого, конечно, долго говорить. Я, конечно, не удовлетворен, так сказать, вот тем… Отношениям, да? Да, и тем состоянием, в котором оказалась высшая школа. Вот я понимаю, что у государства в этот период времени возникает очень много таких проблем. Не только с высшим образованием, ну, мы не будем говорить, и по телевизору каждый день можно слышать о тех очень непростых проблемах, которые решает наше общество. Но… Все-таки забывать не нужно об образовании. Это же тоже отрасль экономики, да? И не последняя, да? Если мы говорим об инновациях, новых продуктах, решениях. Это же треб… Это же… Можно посчитать это лозунгом, но это очень глубокие такие вещи, потому что образование, то, что мы даем людям, да, это определяет уровень развития нации. Это качество нашего человеческого потенциала. Да, что будет через нами через некоторый период времени. И в этой связи могу сказать, что, конечно, научное направление, потому что образование – это одновременно то, что должно подпитываться научными исследованиями. Вот, к сожалению, развитие научных исследований ослабло существенно в сравнении с тем, что было 20 лет тому назад. Ну, правда, вот в нашем университете созданы специальные такие фонды, да, которые стимулируют развитие научной работы преподавателей. Вот, ну, не думаю, что это есть как бы везде. Ну, я просто ощущаю это, вижу, над чем работают специалисты моего профиля, занимающие подобные научные деятельности. Вижу, что, к сожалению, глубоких научных исследований сейчас, как это ни прискорбно, но этими вопросами мы слабо занимаемся. Я для себя иногда спрашиваю, а почему так происходит? Оказывается, что вот такие изыскания научные, они не востребованы. Не востребованы. Никто же не просит, чтобы вот эти фундаментальные проблемы теории, не теории вообще денег и кредита, а фундаментальные проблемы организации денежного обращения. Теории банковского дела. Банковского дела, банковского менеджмента, да. Здесь очень много принципиальных вопросов. А если мы, опять же, изучаем только вот как, так сказать, ввести технологию, выполнять те или иные конкретные операции, это важно. Мы его учим этого, но этого, оказывается, недостаточно. Опять же, нужно знать новые тенденции. Очень важный момент. Олег Иванович, было очень интересно обсудить с вами вопросы финансового и банковского образования, в частности. И вы меня, честно говоря, порадовали. Ну, я и так, конечно, имел определенные представления, но вы меня дополнительный оптимизм селили тем, что вы достаточно высоко оцениваете общий уровень и качество нашего образования, которое можно получить в нашей стране. Наверное, для некоторых молодых людей получить знания в финансовом университете на вашей кафедре, это очень был бы хороший, правильный, неплохой выбор. И очень хорошо, что поддерживается связь между образованием и практикой. И мы, конечно, со своей стороны, как практикующие банкиры, тоже будем делать все, что от нас зависит, для того, чтобы эти связи укреплять, потому что мы потребляем, если можно так выразиться, вашу продукцию. И, естественно, мы заинтересованы, чтобы люди молодые, которые к нам приходят на работу, были самого высокого уровня, самого высокого качества. Ну и, конечно, мы тоже видим, что со стороны государства было бы желательно все-таки проявлять немножко больше внимания, заботы о развитии нашего и образования, и науки. Да, мы как можем поддерживаем определенные проекты. Но, естественно, ресурсов коммерческого сектора недостаточно, у нас свои задачи. Вот поэтому, мне кажется, что крепить взаимодействие здесь нужно. Мне очень приятно, что вы в строю, что уже много-много лет возглавляете это ключевое направление в финансовом университете. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и в учебной, и в научной деятельности. И, надеюсь, мы с вами будем долго, много, плодотворно общаться. Спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо. Я тоже благодарен за это приглашение, за обсуждение вузовских и проблем развития банковской системы. Мне было приятно с вами переговорить. И, если это кого-то заинтересовало, еще раз спасибо за внимание. Дорогие телезрители, я надеюсь, вам понравилась наша сегодняшняя передача. Напомню, что сегодня у нас в гостях был Олег Иванович Лаврушин, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой банковского менеджмента финансового университета, а вел программу я, Михаил Алексеев. До новых встреч. Всего вам самого-самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok